Доброе утро, страна! Замечательную среду с вами встречает Нина Можейко, Ольга Венская и не только мы, но и прекрасная Маша Хрусталёва. Мне кажется, вот чего-то не хватает, да? Каких-то острых новостей. Маша нам их обеспечит, судя по всему. Обязательно! Доброе утро, добрые ранницы! Вот есть сегодня, согласитесь, какое-то обманчивое ощущение понедельника, но... Но это среда. Да, но это среда, поэтому традиционно по средам мы обсудим самые перчёные новости из мира медиа. Поехали! Мадонна дала самый большой концерт в своей карьере. Звезде удалось собрать на одной площадке полтора миллиона человек. Но стоит отметить, певица бесплатно выступила на бразильском пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро. Мадонна заявила, что этот концерт – это знак благодарности поклонникам, которые на протяжении многих лет поддерживают её творчество. За время выступления певица сменила несколько образов, однако на протяжении всего шоу не снимала повязку с колена. И оказалось, что в этот раз Мадонна вышла на сцену с травмой. При этом выступление на пляже Капакабана стало завершением большого тура «Звезды в общей сложности». Она вышла на сцену 81 раз, порадовав поклонников из 14 стран. Даже не знаю, что меня удивляет больше, что Мадонна уже в который раз выходит, на самом деле мы видим, то она падает на сцене, то ещё что-то происходит, или то, что полтора миллиона человек собрались на пляже её послушать. Но там на самом деле уже на этом выступлении, вот мы увидим, как выглядит эта арена, если можно это так назвать, там уже непонятно, то ли Мадонна, то ли не Мадонна, там вообще не видно, мне кажется. Там знаешь, можно подумать, что это знаменитый бразильский карнавал проходит, а Мадонна просто часть этого яркого мероприятия. На самом деле, на мой взгляд, идея классная, тем более на пляже собрать. Тем более бесплатно. Тем более бесплатно. Возможно, кто-то просто случайно мимо проходил и попал на этот концерт. Но стоит сказать, что вот как раз-таки, насколько я знаю, знаменитый фестиваль, рок-фестиваль музыкальный проходит в Рио, и, видимо, именно таким образом, поэтому, возможно, Мадонна так вдохновилась от этого мероприятия. Ну, конечно, и вообще, честно говоря, вот ты говоришь, что я не знаю, что больше удивляет. У меня удивляет тот факт, что её можно восхищаться, и сегодня она великолепно выглядит, она очень много делает для этого, она большой трудоголик, в общем, это стоит того, она настоящая актриса. А можно я включу бабку на лавке? Ну-ка, давай. Скажешься, а вот собрала, Мадонна, полтора миллиона своих поклонников, если бы билет на концерт всё-таки были платными друзьями. Чего-то стоили, да? Да, вот этот вопрос и остаётся открытым всё-таки. Хороший вопрос. А меня беспокоит, а как вообще там меры безопасности? Были соблюдены такое большое количество людей? Меня, если честно, даже одна мысль об этом пугает. Это же Рио, поэтому мне кажется, что... Это же, да, и бразийский карнавал, мне кажется, ещё больше людей собирает, так что всё, я думаю, с этим в порядке. Повезло, что пляж большой. Да. Ну что ж, а пока переходим к ещё одной новости. В Нью-Йорке тем временем прошло главное модное событие года – Мэтт Гала. Тема мероприятия «Сад времени» многих удивила. А ведь, оказывается, она вдохновлена рассказом Джеймса Балларда «Сад времени», вот так вот он тоже называется. Говорят, что тема была выбрана не случайно, и на самом деле в этом заложен глубокий смысл. По сюжету произведения виллу известного графа разрушает внезапно появившаяся армия солдат. Многие журналисты считают, что это уместное, но достаточно ироничное решение. Ведь гости бала, на который нельзя попасть без приглашения, представляют собой некую вот такую элиту, живущую во времена повсеместно распространённого социального гнева по отношению как раз-таки к тем же элитам. И интересно, что автор рассказал, что намекает, намекает, что их прекрасное существование графа может быть как раз-таки и пустым. И это тем самым как-то перекликается, видимо, из селебрити, которые посетили мероприятия. Вы как к этому относитесь? Я тебе скажу так, что все эти селебрити, некоторые, да, по приглашению пришли, но их ограниченное количество, а некоторые выложили за это 75 тысяч долларов. То есть есть такие деньги, есть желание отдать за это, пожалуйста, приходи, плати. А есть на самом деле ещё одна тоже очень любопытная история, которая, возможно, тоже даже как-то перекликается с темой фэшн-мероприятия в этом году. Известно, что одну итальянскую модель, а точнее молодого человека, уволили с этого мероприятия. Там есть какие-то вот так называемые модели, которые ежегодно работают, чтобы как-то попадать тоже в кадры с селебрити, как-то украшать картинку. И вот этого самого молодого человека уволили, вот мы видим его фотографию, потому что якобы, но это уже, опять же, по его словам, он затмил Кайли Дженнер, звезду. Своей красотой. Да, потому что был слишком красив для модели. И из-за этого с ним они захотели вновь сотрудничать. Но ты знаешь, когда тебя увольняют вот с такой формулировкой, мне кажется, это очень приятно. Ты уходишь как бы с высоко поднятой головой. И сразу огромное количество предложений от каких-то бюровых агентств, по сотрудничеству, мы даже в этом не сомневаемся. Еще хочу один момент отметить с этого замечательного мероприятия Мэтт Гала. Видели все Ким Кардашьян, да? Замечательный наряд от Гальяна. Но фишка в том, что она пришла в такой болерожечке. Если приблизить, то она будет вся в катышках, эта болерожечка. Говорят, неужели тренд на катышке появится после вот этого Мэтт Гала? Может быть, Ким не знает о существовании машинки? Официальной, которая убирает. Это тренд «Бабка на лавке», который задала уже Ольга Венская просто после первой новости. Мне кажется, Ким Кардашьян его тоже подхватила. Осталось только в эту же тематику добавить, что Эмили Ротаковский, тоже известная певица, на самом деле была в очень похожем наряде, тоже в таком достаточно откровенном, ну, скажем так, который просвечивает. А, но кофточка тоже нужна, чтобы не продуло. Как бы сказала, бабка на лавке срам-то прикрыла. Срам прикрыла и заодно не продула. Мало ли там что-то звуки. На случай, если весна белорусская придет, и непонятно, то тепло, то холодно. Это точно. Какие еще новости, Маш? На самом деле, я сейчас из Нью-Йорка все-таки предлагаю перенестись обратно в Беларусь и спешу рассказать, что в ТикТоке появилась новая звезда кулинарии. 13-летний школьник из Светлогорска. Пока что молодой человек выложил 14 видео, и парочка из них уже набрала больше 3 миллионов просмотров. На видео младший брат парня собирает овощи в огороде, пока тот разделывает и нарезает другие ингредиенты. И что самое интересное, школьник многое готовит в Казани, и в том числе солянку, борщ, уху, плов, или даже что-то нетипичное для подростка, вроде говяжьего языка в панировке. А приготовленное блюдо выглядит, кстати, очень даже аппетитно. Не хуже точно, чем у опытных взрослых. А парни, кстати, в комментариях еще даже и пытаются критиковать. Рассказывают, насколько мелко вообще нужно нарезать овощи, и когда лучше добавлять зажарку. Но есть и те, кто все-таки желает мальчику стать самым известным шеф-поваром в Беларуси. Вот я во втором, мне кажется, лагере, потому что мне кажется, что это прекрасно. Молодой человек и так уже готовит. И как он это вкусно делает, посмотрите. И с любовью, самое главное, к продукту. Я бы сказала, в его возрасте не подгорело. Уже хорошо приготовил. Обратили внимание, какую ложку он ест эту еду? Деревянную, смотри, расписной. И вообще здорово, что это сплочает двух братьев. Один нарезает, собирает, второй готовит. По-моему, здорово. Ну и вообще радует, что как раз-таки в Беларуси появляются вот такие звезды, благодаря каким-то таким кулинарии, каким-то таким более простым вещам. Ну, Глогер, я бы знаешь, что сказала? Что есть тренд на то, чтобы делать все самому, своими руками, в том числе готовить, согласись. И самое главное, самому потом это поедать. Это тоже немаловажный факт. Вот хочется даже привязать как-то Мэтт Галла. Вот они много рассуждают про сад времени, про то, насколько пустое существование селебрити. Вот пускай в следующем году лучше каждый селебрити с вот таким вот с тарелкой плова придет. Кто на что гораст, кто что умеет приготовить, тут пускай и покажет. Вот и на стол собрали, да? Каждая звезда принесла по тарелочке. Складщину это называется. Складщину. Тогда, может быть, билеты на это мероприятие будут стоить несколько дешевле, не 75 тысяч долларов. Друзья, ну, ты тему завтрака хорошо затронул, мы ее продолжим и подскажем очень классный рецепт от Анатолия Моисеева. Но перед этим скажем тебе, Маша, большое спасибо за эту классную подборку новостей. Было смешно. Спасибо. Желаю прекрасного весеннего дня. Спасибо. Продолжение следует...